Конец февраля, начало марта. Дни становятся длиннее, солнце ярче, а состояние многих людей хуже. Почувствовала какую-то сонливость, усталость. Вся семья немного, так сказать, без настроения. Просыпаемся, расхаживаемся долго. В течение дня, все-таки ближе к вечеру, уже какая-то вот нестабильность в организме. С такими симптомами к специалистам диагностического центра весной обращаются гораздо чаще. И далеко не всегда люди пожилые. Напротив, работающее население. Врачи называют это весенней астенией. И если состояние человека действительно доходит до того, что тяжело встать с постели, стоит обратиться к врачу, а не ставить диагноз самостоятельно, как делают многие. Да, есть слабость, недомогание. Она просит, чтобы ей ферритин назначили. Она думает, что у нее железо дефицит. А у нее железо там выше крыши, простите меня. То есть его много. И не похоже по анализу крови, что там железо дефицит. А вот дефицит витаминов группы В, да, скорее всего. К психоэмоциональному истощению от долгой зимы добавляется нехватка витаминов. Не только группы В, но и других. В пище их уже недостаточно. А из-за низкого количества ультрафиолета люди страдают от нехватки витамина Д. Чаще всего состояние заметно улучшается после назначения врачом поливитаминов. Перед этим, конечно, желательно сдать анализы. Есть и другие способы сделать свою жизнь в межсезонье ярче и разнообразнее. И если вы на завтрак, у вас на столе будет там красное яблоко, желтый томат и какой-нибудь там зеленый перец, вам только это уже повысит настроение. Тем более, что те же самые ученые доказали, что при наличии, при постоянном употреблении овощей и фруктов и при условии, что они будут разных цветов, то риск депрессии, в том числе весеннее, он будет намного ниже. Врачи рекомендуют в качестве терапии также физическую нагрузку, хорошую музыку и приятную компанию. Важное правило – соблюдение режима труда и отдыха. Но бывает, что обращение к терапевту с апатией и хандрой помогает специалистам выявить гораздо более серьезные заболевания, чем весеннее остынее. Но это уже совсем другая история. А вот апатия может пройти и сама собой, когда за окнами будет тепло и зелено, и в рационе питания тоже появится больше свежей зелени. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...